Школа рисования. Рыбакит папа рисует. Машинка ищет друга. Привет, я Ваня. Хочу сегодня нарисовать машину белую. Называется машина скорой помощи. И рисуем, конечно, со мной. Конечно же, лучик с нами, ребят. Поэтапно нарисуем, а лучик нам поможет раскрасить. Да, я рисую для своего... Да, для своего друга-жучка. Его мы тоже нарисовали? Да, конечно. Хорошо. Ребят, рисуем вместе с нами. Для работы нам понадобится белый лист бумаги. Рисуйте свои книжки тоже, возможно. Маркер, фломастер и, конечно, чем раскрашивать? Возьми фломастеры, карандаши мелкие. Все у нас получится. Машина большая. Это такой фургончик. Или такой мини-автобус. Или такая мини-маршрутка. И мы нарисуем эту машину скорой помощи быстро и просто. Но поэтапно. Нарисуем два колеса. Начинаем с самого начала. И два колеса это самые-таки важные штуки для машины. Два колеса. Одно здесь, другое здесь. Все просто. Внутри еще овальчики. Эти овальчики, я вам скажу, похожи на яички. Похожи. Немножко. Нарисовали два. Пока что два. Два еще, которых с другой стороны мы тоже нарисуем. Теперь самое основное. Нарисовать большой корпус нашей машины. Соединяем колеса вот здесь. И нарисуем и справа такое продолжение. И слева продолжение. Стараемся ровненько, горизонтально провести продолжение. Теперь поднимаем справа вверх. И прям поднимаем, 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 подняли высоко. Теперь сюда ведем, вот до сюда, наверное, так. И ведем, 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 останавливаемся. Примерно дальше колеса довели и остановились. Вот, наверное, может быть, вот даже еще чуть-чуть дальше так довели. Теперь склон, она падает вниз, так и так, пиаааау, пых, и сюда соединяется. И машина почти готова. Основное мы с тобой смогли нарисовать. Теперь покажем лицо машины, перед, вот как бы мы спереди смотрим, да, и бок машины. Надо отделить это линией. Мы это делаем вот так, вот так, вверх ведем и сюда. Отлично. Получается машина, что надо, прям хорошая. Теперь дорисуем низ колес, толщины колеса, чтобы мы его добыли все, по-настоящему. Еще два колеса, которых не видим, как я говорил, мы нарисуем тоже. Здесь и здесь. Один, два, три, четыре. Четыре колеса. Все, машина уже может двигаться. И почти мама бы узнала эту машину скорой помощи. Но не хватает нескольких деталей. Пока она скажет, это наверняка маршрутка, на которой мы ездим до школы. Может быть. Или до метро. Так. Но это не маршрутка, скажи мама. Это машина скорой помощи. Мы нарисуем ей большое лобовое стекло. Вот так вот ровно проведем. Сюда закрутим и назад вернемся. Лобовое стекло. Похож такой, вырез такой прямоугольный, да? И нарисуем, конечно же, мигалку. И это важная штука. Мигалку нарисуем. На две части поделим. Красная и синяя, к примеру. Основные детали на скорой помощи какие еще бывают? Конечно же, дверь открывается. Есть. Конечно же, фары. Мощные, хорошие, чтобы ночью, когда машина ехала, освещала. Радиатор. И бампер. Бампер тоже здесь влезет. Бампер у нас влезет. Также влезут зеркала заднего вида. Обязательно я их стараюсь рисовать, чтобы они были хорошо. Чтобы все детали у нас хорошо видны были. Зеркала у нас получились. Дворники у машины тоже есть. Мы можем нарисовать. И зеркало заднего вида внутри салона тоже нарисуем. Также самое-самое основное, конечно, я оставил на потом. Это крестик. Крестик довольно сложно рисовать. Мы будем рисовать крестик так. Мы нарисуем треугольнички такие. Раз треугольничек. Два треугольничек. Три треугольничек. Четыре треугольничек. Четыре треугольнички, которые смотрят друг на друга. А после этого соединим их к краям. И получится у нас крестик. Здорово и просто. Вот такие детали мы нарисовали. Наверное, можно сзади еще бампер рисовать. И я думаю, все, можно раскрашивать как следует, раскрашивать и звать лучика. Звать лучика, конечно же, лучик без лучика куда? Какого цвета машина? Она белая, но белым на белом трудно рисовать. Да, плохо будет видно, надо что-то решить. Я предлагаю ее покрасить светло-голубым. Хорошо, покрасим светло-голубым и, конечно, красно-синюю мигалку. Да, конечно, и черные колеса. Хорошо. Ребят, берем светло-голубой цвет и красим светло-голубым. Светло-светло-голубым. Так, аккуратненько, нежно красим, чтобы она была светлая, но все-таки почти белая. Почти белая. Очень светло покрасили. Вторую часть, вот эту вот, чуть-чуть можно посильнее надавить. Чуть-чуть, чуть-чуть посильнее. И она такая, чуть потенее будет. Ну и бывает, на самом деле, бывает машина скорой помощи, они помогают врачам доезжать до больных быстро и неотложно. способом, да. Они бывают желтые тоже, потому что их желтые тоже отличаются. Желтым покрасим фары. Желтым покрасим фары. И голубым, но темно-голубым, покрасим стекла. Я думаю, это будет здорово. Сейчас вот я чуть-чуть освобожу свой голубой цвет из упаковочки. Он немножко застрял, но мы и раскрасим. Так вот так, раз-раз-раз. Все готово. Можем дальше раскрашивать. Голубым, но таким насыщенно голубым, я закрашиваю стекла. Чтобы хорошо так видно было. И тогда машина становится от этого белее, потому что мы как бы темные стекла сделали и светлую машину. Это тоже здорово. Как мы сказали, синяя и красная – это основные части вот этой вот мигалки. Но еще красным нарисуем, раскрасим, раскрасим крест. Красным раскрашиваем, не заходим за края, как всегда. А в конце сереньким закрасим бампер. Бампер сереньким. Внутри вот эти диски тоже сереньким. А теперь, теперь черным колеса. Нас лучше попросил черным. Ну и вообще всегда колеса, они черные, чистые, блестят и ярко горят. Можно так сказать. Темненькие сзади. Темненькие такие вот боковые и задние колеса. Я думаю, здорово, просто здорово получилось. Еще чуть-чуть подкрашу некоторые детали. И теперь-то можно рисовать асфальт. Ровный асфальт. Я положил плашмя наш кусочек мела и вот так провел. И получилось очень по-асфальтному. Видишь? Получилось очень по-асфальтному. О, такая вот машина. Здоровская, четкая, яркая. И она у тебя получилась поэтапно. Даже ты можешь маршрутку в следующий раз нарисовать. Эх, здорово получилось. Хорошо. И мой друг будет красно рад как бы увидеть такой рисунок. А мы как бы будем рады. А мама с папой будет как рады. Особенно папа, я думаю, когда скажет, что вот ты научился нарисовать классные, крутые машины. И у тебя четко все детали получаются. И я тебя похвалю. И я тебя похвалю. Так что обязательно делай сториз на Рыбакит Пап Рисует. А если тебе нравится участвовать в группе, то приходи в Телеграм и участвуй в нашей группе Рыбакит Пап Рисует. Присылай свои работы каждый день. Я обязательно отвечу. Там сам тебе отвечу. И обязательно рисую для тебя рисунок. Все. Пока-пока. Привет. Я Ваня Рисую на канале Рыбакит. Я сделал серию книг-альбомов для рисования с пошаговыми уроками рисования и местом для рисунка. Ты узнаешь про приключения яркого желтого зайчика-лучика, который любит рисовать все, что видит. В каждой книге ты найдешь пошаговые уроки, плюс QR-код для просмотра специальных видеоуроков от меня. Мы нарисуем с тобой и лучиком много замечательных рисунков, зверей Африки, машинки в городе, динозавры, животных фермы. Книги ты можешь найти на всех книжных интернет-полках и по ссылке в описании. Книги ты можешь найти на всех книжных интернет-полках и по ссылке в описании. Книги ты можешь найти на всех книжных интернет-полках и по ссылке в описании. Книги ты можешь найти на всех книжных интернет-полках и по ссылке в описании.